Энн Хэтэвэй, американская актриса и певица, обладательница премий «Оскар», «Эмми» и «Золотого глобуса», прославилась благодаря фильмам «Дневники принцессы», «Дьявол носит Прада», «Темный рыцарь. Возрождение легенды», «Алиса в стране чудес», «Интерстеллар», «Отверженные», «Стажер» и другим. Энн Хэтэвэй родилась 12 ноября 1982 года в Бруклине, Нью-Йорк. Отец девушки был адвокатом, а мама – актрисой. У Энн есть младший брат Томас и старший Майкл. С самого раннего детства мать прививала ей любовь к искусству и буквально заразила драмой, пением и танцами. Даже имя для своей дочери она выбрала не случайно. Так звали супругу гениального Уильяма Шекспира. Поэтому вовсе не удивительно, что развитие творческих способностей было главным. Этому было подчинено и начальное образование Энн по педагогической системе Монте-Сори. Ее никогда не заставляли учиться и зазубривать огромное количество информации. Ей давали выбор, и она выбрала сцену. Правда с условием, что прежде чем она окунется в театральный мир, все же окончит школу. Так в копилке нашей героини оказались дипломы об окончании высшей школы Мильбурна и колледжа Вассар, даровавшего ей отличные знания в области английской литературы. Наделенная от природы прекрасным сопрано, Хэтэуэй с удовольствием занималась вокалом и пела в хоре, выступавшем на сцене Карнеги Холла. Юная актриса дебютировала на профессиональной сцене в 10 лет. С легкой руки матери она пела в музыкальной постановке Джейн Эйр. Успех окрылил ее, и по окончании школы девушка решила стать артисткой Бродвея. Но в любимые мюзиклы ее не взяли, несмотря на талант. Провал на Бродвее не сломил Хэтэуэй и не заставил задуматься о том, чтобы отказаться от мечты стать киноактрисой. Оправившись от удара, Энн возобновила актерскую карьеру и пришла на кинопробы в сериал с символичным для нее названием «Будь собой». И девушку взяли. Вскоре после дебюта юная актриса попала в сказку. Знаменитый американский режиссер Гарри Маршалл, тот самый, который снял знаменитые мелодрамы «Красотка, избежавшая невеста», пригласил Энн Хэтэуэй на главную роль в диснеевский фильм «Дневники принцессы» или «Как стать принцессой». Фильм имел огромный кассовый успех, в целом нетипичный для детского кино, и девушка в одночасье стала знаменитой. В 2004 году снялась в картине «Заколдованная Элла» режиссера Томмио Хейвера и в сиквеле «Дневники принцессы 2. Как стать королевой». В 2005 году Энн Хэтэуэй сыграла пусть эпизодическую роль, зато в трижды оскароносной «Горбатой горе». Актриса воплотила образ жены ковбоя, чью семейную жизнь разрушила однополая любовь мужа. Главные роли в картине сыграли Хит Леджер и Джейк Джилленхолл. В 2006 году актриса вдохнула жизнь в образ Энди Сакс, младшей ассистентке героини Мэрил Стрип Миранды Присли, в получившей два оскара комедии «Дьявол носит Прада». Также многие почитатели творчества актрисы выделяют киноленту «Джейн Остин» 2007 года. Это драма об отношениях известной писательницы из Англии Джейн Остин и юриста из Ирландии Томаса Лефроя, основана на реальных событиях. При подготовке к роли женщине удалось привыкнуть говорить с британским акцентом и писать пером. В 2009 году очередным известным появлением девушки является роль в киноленте «Рэйчел выходит замуж». Благодаря этой работе ее номинировали на «Оскар» и «Золотой глобус». В рамках фильма рассказана история отношений родных сестер. Энн качественно передала характер ведущего персонажа – наркоманке, прошедшей лечение в специализированной клинике. Девушка снималась не только в драматических кинолентах. Многие отмечают ее участие в романтических комедиях «День святого Валентина» и «Война невест». В 2010 году ей удалось стать частью «Алисы в стране чудес» – проекта, созданного по мотивам известной сказки. Энн преобразилась в «Белую королеву», известную благодаря противоречивому характеру. Фильм оказался весьма успешным. Этот проект завоевал «Оскар» и собрал огромные кассовые сборы. Также в звездной киноленте участвовали Джонни Депп, Мия Васиковска и Хелена Бонемкартер. Американка также известна благодаря образу женщины-кошки в «Темном рыцаре». Позже Брюнетка рассказывала журналистам, что эта роль является для нее самой сложной в физическом плане. Трудно было даже влезать в костюм героя. При подготовке к киноленте она тренировалась ежедневно на протяжении нескольких часов. Свой первый «Оскар» девушка получила за лучшую женскую роль второго плана. Специалисты высоко оценили ее старания в киноленте «Отверженные». Действие мюзикла развивается в начале 19-го столетия. Американка качественно преобразилась в обычную рабочую фабрику по имени Фонтина. Кроме этого «Оскара» актриса получила и «Золотой глобус», один из трех, который выиграл фильм, а также музыкальную премию «Грэмми». Критики писали, что Энхеттэвэй просто разрывает сердце, когда поет о том, как жизнь убила ее мечту. Ее игра так прекрасна, что с первого взгляда понятно, что это «Оскар». Другие согласились. Этот фильм стоит посмотреть уже ради одной только Хеттэвэй. Также можно выделить следующие известные фильмы девушки. «Интерстеллар», «Стажер», «Восемь подруг Оушена» и «Море соблазна». А последние на данный момент фильмы, где задействована актриса, это киноленты 2020 года «Последнее, чего он хотел» и «Ведьмы». О личной жизни. Первые серьезные отношения в личной жизни Энхеттэвэй сложились с успешным бизнесменом в сфере недвижимости Рафаэло Фольери. Закончился роман громким скандалом. Фольери обвинили в краже 50 миллионов долларов из фонда католических церквей, одним из учредителей которого была актриса. Сама Энхеттэвэй проходила по делу как свидетель. Когда душевные раны Хеттэвэй затянулись, актриса начала принимать ухаживания коллеги по цеху Адама Шульмана. Артист и дизайнер ювелирных украшений три года добивался руки и сердца голливудской красавицы. В 2011 году влюбленные объявили о помолвке, а 29 сентября 2012 года Адам Шульман и Энхеттэвэй обвенчались. Свадьбу отпраздновали в маленьком калифорнийском городке Биссюр, пригласив на нее только родственников и близких друзей. Рождение детей пришлось ждать долгих 4 года после свадьбы. В 2016 году на свет появился первенец, сын Джонатан Роузбэнкс. А летом 2019 года актриса сообщила подписчикам своего инстаграма, что снова ждет ребенка. В своем комментарии к радостному посту исполнительница сделала отметку, что находится во втором триместре, а также рассказала о трудностях, которые они пережили с мужем при планировании беременности. После 2016 года главное место жительства голливудской актрисы – дом на берегу океана в городе Вестпорт в штате Коннектикут. Дом в небольшом спокойном городке Эн и ее муж приобрели в марте 2016. Стоимость особняка составила 3 миллиона долларов. Достаточно скромный для звезды Голливуда белоснежный коттедж был возведен в 1920 году. Несколько лет назад дом площадью 423 квадратных метра полностью отремонтировали. На прилегающей к дому территории оборудована зеленая зона, дорожки выложены камнем. У зданий есть веранда, имеются 5 спален, 6 ванных комнат. Одна из достопримечательностей – летняя кухня, где имеется полный набор кухонного оборудования. Мойка, плита, посудомоечная машина и все прочее. В такой кухне можно приготовить все, что угодно, прямо на свежем воздухе. Кроме летней, в доме есть еще и обычная кухня. Столовая с большим деревянным столом оформлена в деревенском стиле. На прилегающей к дому территории возведен гостевой домик, имеется открытый бассейн. Атмосфера почти деревенского поместья очень умиротворяющая и подходящая для тихой семейной жизни с детьми. Цитаты актрисы. За каждым жизненным минусом встает плюс. За неудачей – урок, за потери – новая возможность. Если бы моя актерская карьера не сложилась, я бы стала учителем английского языка или психологом. Мама часто мне повторяла, что удача приходит только к тому, кто готов с ней встретиться и воспользоваться представившейся возможностью. Я не верю в любовь с первого взгляда. Она возникает постепенно. Сейчас актрисе 37 лет. Друзья, если вам понравилось данное видео, то ставьте лайк и напишите в комментариях, какие фильмы с участием актрисы вам более всего нравятся. Всем успехов! Субтитры сделал DimaTorzok